Монотех сделала и запатентовала комплекс из незаменимых сахаридов. Называется этот комплекс арабиногалостан. Если вы будете читать на этой пищевой добавке состав, вы найдете там арабиногалостан, вы найдете там порошок алоэ, старого доброго знакомого алоэ. Значит, почему сделано все это в виде порошка и почему это сделано вот в таких вот баночках, в дозировках? Дело все в том, что любые сахариды, переработка сахаридов в организме начинается уже в полости рта. Потому что рецепторы, которые воспринимают сахариды, находятся уже у нас на языке. Если эти сахариды помещать в капсулу, все это попадает в кишечник, минуя рецепторы на языке. Организм не в полной мере воспринимает все эти сахариды. Поэтому от капсулы фирма благополучно ушла и правильно сделала. Все это сделано в виде порошка. Вот в таких дозочках находится 75 грамм этого порошка, которого в принципе должно хватить для условно здорового человека на 1 месяц. А точнее на 28 дней. Есть другая дозировка. Она немножечко побольше. Немножечко это ровно в 2 раза. Говорят, что это 2-месячная дозировка, но это совершенно не значит, что это дозировка 2-месячная. Если человек имеет определенное заболевание, будем говорить так, не совсем серьезное, то есть не онкологическое заболевание, то вполне вероятно в месячной дозировке его организму будет недостаточно. Организм должен восстанавливаться немножечко быстрее. Поэтому, естественно, сделана большая доза. Она и в производстве, и в продаже, прошу прощения, стоит, естественно, дешевле для человека. Поэтому человеку выгоднее иногда использовать вот такие 2-месячные дозы. Если у человека более серьезное заболевание, то организм нуждается в большем количестве. Амбратозы. И, естественно, у людей с онкозаболеванием потребность в этом продукте будет, ну, порядка 2-3, иногда 5 банок в месяц. Безусловно, это достаточно дорого. Но, с другой стороны, я вам скажу, что любое лечение обходится здесь достаточно дорого. Это первое. Второе. Если это помогает, а это помогает, то в данной ситуации человек не будет задумываться над наличием денег в своем кошельке, потому что помощь достаточно существенная. У нас есть истории уже, которые касаются людей с онкологическими заболеваниями. Помогает. Лечит ли это онкологические заболевания? Я не берусь вам сказать, что да, потому что это было бы совершенно неправильно. Может ли наступить излечение? Безусловно, может. Наступит ли оно у всех? Этого сказать не может никто. Почему? Потому что это зависит от того, на какой стадии находится опухоль, в каком состоянии организм человека и так далее. С другой стороны, улучшение состояния больного отмечается практически в каждом случае. Для дозировки этих продуктов в каждой баночке находится мерная ложечка. Она совершенно небольшая. Вот такая маленькая мерная ложечка. Значит, обычному, условно здоровому человеку в день достаточно две ложечки два раза в день. Растворять этот продукт, вернее, не растворять, а разводить этот продукт лучше в соке или в воде. Вкус у него достаточно нейтральный. Использовать его лучше во время или после еды. Если у человека более серьезные заболевания, постепенно нужно увеличивать дозировку. То есть идет увеличение. Можно начинать с одной ложечки четыре раза в день. Каждый человек дозирует для себя так, как он считает необходимым. Постепенно дозировка увеличивается до двух ложечек четыре раза в день. И, в принципе, на этой дозировке человек может остановиться. И, наконец, у людей с онкологическими заболеваниями дозировка может доходить до чайной ложечки. Это примерно четыре вот таких ложки. Четыре, пять, шесть и более раз в день. В зависимости от его возможности, сколько человек может себе это позволить, и потребности человеческого организма.